В субботу перед матчем текстильщика на площади у стадиона собрались более сотни человек. Болельщики, общественные деятели, блогеры и простые ивановцы. Всех их здесь у фонтана собрала не любовь к игре миллионов, а жажда справедливости. Неравнодушные к недавней истории с избиением инспектора ДПС ивановцы организовали сбор подписей под обращением к президенту и губернатору. Многие пришли, чтобы просто поддержать пострадавшего и его семью. В полицейский в тяжелом состоянии был доставлен в нейрохирургическое отделение Ивановской областной клинической больницы. Володь, я попрошу тебя, встань рядом со мной. Полицейский является братом вот этого человека. Его многие знают, это Володя Хроняков. Мы вместе занимались и характеризуется полицейский со всех сторон только положительно. Первый блин оказался комом. Несколькими днями ранее подобная акция завершилась для организаторов, по большей части коммунистов автозаком. На этот раз никакой политики, никаких лозунгов или атрибутики. Я пришла ни на какой митинг, я пришла на футбол заодно. И здесь собирали подписи в поддержку того, чтобы следствие было максимально открытым. Я считаю, что вот такие сборы граждан не позволят замять дело, но и будут справедливым судом. Он прошел Чечню, офицер. И какой-то мальчишка, 18 лет, подходит и бьет его. Вот просто взял и стукнул. Ради чего? Это может быть с каждым. Вы прошли дорогу, ну немножечко задержались. Он может выйти из машины и вас стукнуть. Мы боремся ведь не только за себя, за своих детей. Мы боремся за милицию, чтобы они могли спокойно работать, отдыхать. Чтобы дети, сейчас у него остались дети, жена. Кто им поможет? Ну кто? Однако сбор подписей попытались сорвать те, в чью защиту он был организован. Буквально через 15 минут после начала акции многочисленные участники услышали обращение полицейских. Граждане, будьте добропорядочны. Просьба освободить площадь. Соблюдайте действующее законодательство. В толпе начались провокации. Двое молодых людей стали выкрикивать нацистские лозунги. За что после непродолжительного сопротивления стражам порядка были отправлены в отделение. Под шумок туда же направили еще троих. Евгения Максимова, Андрея Втанеева и брата пострадавшего инспектора ДПС Владимира Харанека. Причем по какой причине были задержаны последние, полицейские не посчитали нужным объяснить. Расходим с вами, мужчина. Если кого нельзя бить, уже бьют. О чем говорить про простого человека? Если просто простого, у меня просто вообще ничего не было. Избили полицейскую и разгоняют всех, кто вышли против этого, просто поговорить, собраться. О чем речь? Избили его, отпустят. И когда его отпустят, он уже был в лейтенере. Он уже просто упал. Всю полицию на дно. Когда происходит ДТП, когда кавказцы приезжают, свои друзья там собираются и начинают прессовать водители на месте ДТП. Туда не приезжает ОМОН и начинают забирать всю эту группу кавказцев. Это получается так. Когда сюда люди пришли бороться с такими нарушениями, подписывать обращение за право порядок, сюда приезжает ОМОН. И здесь, несмотря на то, что собираются мирные люди и не нарушают порядок, их начинают почему-то уговаривать. И, по сути, провокация заключается в том, человеке, который с рупором говорит, что вы нарушаете, он что-то раскачивать пытается, это ни к чему. Под монотонные призывы разойтись в громкоговоритель акция все же продолжилась. За час было собрано более 500 подписей. Недовольство людей необоснованными задержаниями росло, но, к счастью, в конфликт с представителями власти так и не вылилось. В конечном счете цель мероприятия не разжечь конфликт, а разрешить его единственно законным способом. Наталья Романова, Андрей Семивулков, РТВ Иваново.